Один из членов ЦК Компартии Украины, узнав, что сегодня мы будем записывать с вами передачу, сказал мне, ты знаешь, когда Горбулин пришел в аппарат ЦК, он сразу выделялся от других, он был белой вороной, он одевался не так, как мы все, говорит, у него не было строгих костюмов, он всегда приходил красиво одет, от него всегда хорошо пахло одеколоном, духами, он всегда позволял себе говорить нечто больше, чем все остальные. А почему так происходило? Потому что я не кондовый партийный работник, я пришел в аппарат ЦК Компартии из КБ Южного, и меня уже было поздно переделывать. Я не поддавался вирусу бюрократизма, но и отдел у нас был в этом плане творческий, он резко отличался, я ничего плохого не хочу сказать ни о торха, отдела нет идеологического, нет отдела пропаганды Гитати, он так назывался, я сказал неправильно. Но, наверное, я не могу сказать, что был белый вороной, но, конечно, я отличался. Владимир Павлович, но ракетчикам вольнодумство некое дозволялось в те годы? Конечно, дозволялось. И что, могли анекдоты даже рассказывать про Брежнева или нет? Нет, анекдоты рассказывали всегда про всех, и не всегда на кухне. Это не было главным. Все-таки жизнь-то, она многообразная и многомерная. И, наверное, позволялась какая-то отдушина. Знаете, я до сих пор не могу понять, но когда вот все распалось, и в 91-м году я оказался в кабинете, тогда был совет министра еще Украины, до кабинета министра Украины, и возник целый ряд вопросов, тогда отношение КГБ в целом было крайне отрицательное. Когда я сказал, не помню, среди какого-то, так сказать, состава настоящих демократов, как они себя считали, что любое государство должно обязательно иметь разведку и контрразведку, это вызвало удивление. Я тогда понимал, что любое государство должно опираться на какие-то ноги, если оно имеет свои интересы. Поэтому, ну, не знаю, это не было предметом какой-то специальной, какого-то специального отношения между теми, кто работал в ракетно-космической технике и тогда комитетом государственной безопасности. Тогда главное было секрет, научный и технический, а не то, что там ты что-то языком там случайно там ляпнешь, я приношу извинения за выражение это, или какой-то анекдот расскажешь. Мы настолько были закрыты, ну, это просто кошмар. Продолжение следует...